Сегодня я хочу поделиться самым простым и прибыльным способом размножения очень красивых цветов, которые порадуют вас цветением уже с весны до прихода осенних заморозков. Эта тема будет интересна всем любителям георгин, но не обычных, высокорослых, которые зацветают лишь со второй половины лета, а низкорослых, обильно цветущих сортов под названием бордюрные. Эти чудо-растения выше всяких похвал. Объясню почему. С низкорослыми георгинами я познакомилась несколько лет назад. Тогда я приобрела неизвестный мне сорт в садовом павильоне рынка. Куст порадовал своей компактностью, яркими, крупными цветами и длительным обильным цветением. Именно это растение подвигло меня присмотреться к другим сортам бордюрных георгин. Я открыла для себя настоящий цветочный рай. Глядя на эти восхитительные сорта, их расцветки и крупные цветы, невозможно в них не влюбиться. Чем мне нравятся низкорослые георгины? Они простые в уходе. Цветут роскошными букетами очень долго. Такие сорта можно высаживать на переднем плане клумб, вдоль дорожек и даже выращивать их в контейнере, на террасе или городском балконе. Как раз для этих целей эти сорта и были выведены. Их еще называют георгины патио. Если поискать в интернете, то по этому запросу вы найдете разные сортовые серии. Я же остановилась на низкорослых георгинах гейлери. Для справки это чудо выявил голландский селекционер Гебр Вервер. На создание своего шедевра у него ушло более 15 лет, но оно того стоило. Могу ошибаться, но на сегодняшний день серия уже насчитывает 25 сортов. Эти превосходные растения были созданы для выращивания не только в открытом грунте, но и в кашпо. К примеру, если вы захотите на все лето до заморозков украсить роскошным букетом свою веранду, балкон или даже домашний интерьер, то георгины патио отлично подойдут. Высота этих растений не превышает 30-50 сантиметров. Кусты не разваливаются и не требуют подвязки. Цветут шикарными шапками с многочисленных крупных цветов. А чего стоит их яркая краска и густо набитая лепестками форма? Любоваться такими георгинами хочется бесконечно. Рассмер соцветия может достигать 15 сантиметров. И таких на одном компактном кусту немало. Словом, одно растение – это восхитительный букет, который будет вас радовать все лето до глубокой осени. И это еще не все преимущества георгин патио. Несмотря на компактность, стебли низкорослых сортов очень прочные. Их не разламывает ветром, а сами цветы не портятся дождями. Конечно, при условии соответствующего ухода. Кстати, агротехника выращивания от обычных георгин особо ничем не отличается. Так как эти сорта без преувеличений уже стали мега популярными, и их многие хотят иметь в своей коллекции, я решила размножить эту красоту. Что-то оставлю для себя, а что-то, возможно, продам. Как получится. А самое приятное, что выращенные этим методом георгины зацветают уже весной. Многие садоводы, наверное, догадались, что речь пойдет про черенкование. О преимуществах данного метода тоже многие знают. Самое основное – это то, что вы сможете быстро увеличить количество новых кустиков. Для бизнеса это идеальный вариант. С одного здорового клубня возможно снять приблизительно от 15 до 45 черенков. Что касается дополнительных плюсов. Вегетативные растения активно растут и зацветают гораздо раньше выращенных из клубней. У вегетативных георгин цветы более декоративные, крупнее и дольше цветут. Они намного устойчивее, обладают повышенным иммунитетом к болезням и вредителям. К тому же с помощью ежегодного черенкования можно сохранять ценные качества сорта 10-летиями, чего с клубневым размножением достичь невозможно. И еще много разных преимуществ. Как же черенковать? Свои клубни я высадила для проращивания уже в самом начале января. Хотя многие подготавливают георгины для черенкования еще раньше, чтобы снять с них больше посадочного материала. Перед замачиванием следует клубни осмотреть. Удалить с них все неживое, подгнившее, если такое имеется. Далее я подготовила розовый раствор марганцовки. Выдержать в нем клубни потребуется не менее одного дня. Вы можете использовать другой подходящий фунгицид. Если вам придется удалить часть подгнившего клубня, срез обязательно обработайте зеленкой или толченым активированным углем. Главное оставить целую корневую шейку, из которой и пойдут расти молодые отростки. Те, кто еще не знает, это место соединения стебля с клубеньками. Не забудьте повесить бирки с названием сорта, чтобы в дальнейшем у вас не было путаницы. Грунт для посадки должен быть легким, рыхлым и лишь слегка влажным. Нельзя допускать болота, клубни могут загнить. Для проращивания каждого отдельного сорта клубни я использовала отдельный достаточно объемный горшок или пластиковую емкость. Предварительно выстелила полиэтиленом, обязательно с дырками для дренажа. Сделала это для того, чтобы потом было удобно без повреждений извлечь растение из контейнера и высадить его в открытый грунт. Хотя это не обязательно. Вы можете выращивать свои георгины в кашпо, выставить их или прикопать в саду, а с похолоданиями занести в прохладное помещение. Это еще дополнительный плюс бордюрных сортов, так как вам не придется выкапывать клубни для хранения. Высаженные в землю георгины для раннего проращивания я поставила в светлое и теплое место на кухне. Время от времени сбрызгивала подсохший верхний слой почвы светло-розовым раствором марганцовки. Примерно через две недели появились первые ростки. Хотя на сегодня у меня еще остались сорта тугодома, которые с высадки 3 января так и не проросли. Наверное, многое зависит от качества клубня и условий. Возможно, в этих горшках быстро просыхала земля, так как стояли они у меня вблизи комнатной батареи. Сейчас мои росточки выглядят вот так. Растут быстро, с каждым днем прибавляя в размере. Особенно сорта, которые проросли первыми. Это георгины пэбло и монет. Но спешить с отделением черенков не стоит. В интернете вы найдете информацию, что самая лучшая приживаемость именно у отростков, выломанных прямо у основания клубня. Делать этого не стоит. Во-первых, любые черенки георгин хорошо укореняются. Для подстраховки можно использовать укоренитель, например, тот же корневин. Но из выломанного ростка вы много кустиков не получите. Лучше дождаться хорошей поросли и эти веточки поделить на несколько черенков. У срезанных побегов оставляют несколько почек, из которых вырастут боковые отростки. Таким образом, при желании, вы еще сможете снять черенки, а ваш материнский куст будет более пышным, с большим количеством разветвлений, соответственно и цветов. Вы спросите, зачем такое количество георгин? Не только для себя, но и для реализации. Георгины патио, особенно серии гейлери, очень востребованные и недешевые. К примеру, за один здоровый развитый клубень каждого сорта я заплатила около 3 долларов. Теперь о процессе черенкования. Отросшие веточки следует срезать очень острым и чистым инструментом. Можно даже лезвием, обработанным спиртом. Срез материнского кустика можно припудрить толченым углем. Черенки нарезают длиной по 10-12 см, оставляя хотя бы одно междоуслие. Радует то, что у бордюрных георгин длина междоуслия небольшая. Кто-то делает срез прямо под черешками листьев. Другие, наоборот, оставляют нижнюю часть. Перед заглублением в почву черенки можно подержать в день в растворе гумато-калия и янтарной кислоты. Можно просто опудрить срез укоренителем и заглубить веточку в рыхлый, слегка влажный грунт. Из опыта моих знакомых, их георгины укоренились даже без стимулятора корнеобразования и без тепличек. Они просто прикрыли сверху прозрачной пленкой, поставили черенки на укоренение в светлое, но не жаркое место. Укоренение почти стопроцентное. Главное не заливать и иногда проветривать. Дальше молодые георгины пересаживают для доращивания в подходящий контейнер. Чересчур маленькие горшки не подойдут, так как георгины растут достаточно активно, наращивая свой корневой ком. Вообще, если вы хотите с укорененного черенка получить не только красивый куст, но и клубни для дальнейшего сохранения и размножения, растению потребуется достаточно места или открытый грунт. В тесных горшках за долгие месяцы кусты могут не образовать клубеньков, так что учитывайте эту особенность. Укорененные георгины лучше прищипнуть для лучшего кущения. Макушки также можно укоренить. Не забывайте про свет и подкормки. Для молодых растений дозу берите в несколько раз меньше, указанной на упаковке. Ну а про основную агротехнику выращивания георгин, я думаю, не стоит рассказывать. Единственное, что контейнерным растениям, и это касается не только георгин, потребуется больше питания и своевременный полив, так как почвосмесь в емкости будет быстрее пересыхать, а корешки усваивать внесенное питание. Для удобства многие сразу перед посадкой в почву вносят пролонгированные удобрения, которых хватит кусту на весь сезон, но и стоят такие недешево. Также не забывайте про освещение. Если выращивать георгины в тени, без подкормок и постоянно их заливать, даже от самых красивых сортов эффектного цветения можно не ждать. Искренне советую всем любителям неприхотливых, обильно и долго цветущих растений обратить внимание на эти цветы. Бордюрные георгины – это настоящее чудо и отличный вариант для маленьких садов или контейнерного выращивания. Патия сортов достаточно много. С их помощью можно вырастить неповторимую красоту в виде роскошных букетов на долгие месяцы. Очень хотелось бы узнать ваше мнение о размножении георгин черенкованием. Возможно, ваш метод чем-то отличается. Поделитесь своим опытом в комментариях. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы всегда оставаться в курсе и не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поддержать нас своим лайком. И до новых встреч на канале Добрый Сад. Субтитры создавал DimaTorzok